Всем привет! Меня зовут Юля и я рада видеть вас на моем канале о рукоделии, а точнее о вязании. Сегодня, наверное, одно из последних видео этого года и, может быть, последнее вязальное событие. Мне казалось, что я как-то мало навязала и думаю, ну потом-потом, но все-таки решила собрать все, что я сейчас связала и показать вам. А оказалось, в принципе, не так уж и мало. Если вам интересно, оставайтесь со мной. И начнем с самой последней и самой забавной для меня работы. Это вот такой олень Рудольф. Я думаю, уже многие знакомы с таким оленем, да, с этой игрушкой. Ее сейчас очень многие вяжут. Сегодня, когда я снимаю видео, у нас отчетный день в проекте «Свяжу малышу». Мы вяжем новогоднюю игрушку. И вот этот олень, как раз этого оленя я вязала как раз для этого задания. Я с нетерпением вообще ждала этого задания, потому что мне так нравился этот Рудольф. Вот, он еще раз вам покажу. Вот, давайте со спины. Вот. Я его связала и на Новый год подарим его нашей дочке Лея. И все его детали у меня связались буквально за два дня, наверное, очень быстро. Я прям была так вдохновлена. Ну, процесс сборки отложился, и я его делала, наверное, в предпоследний день. Потом мы его фотографировали. Вот. Муж у меня сделал домик, кукольный домик. Большой. В подарок мы его делали девочке маленькой. И как раз оленя фотографировали в этом домике. По-моему, получилось очень даже симпатично. Вот. Дочка еще не видела этого оленя, и мы его посадим ей под елку. Дальше. Что у меня связалось? Так как у нас совсем скоро Новый год, то в нашем игрушке мы вязали вот такие елочные игрушки. Это огненный петушок. Еще раз. Вот такой петушок. Вяжется он очень-очень быстро. Ну, я не знаю, там за час, наверное. Можно и быстрее, просто мы вязали там все вместе. Я вязала из пряж с секционным украшением, и он получился вот такой рябой. Тут маленький глазик приклеила. Вот. Он у нас сейчас висит на елке, и очень здорово смотрится. Вообще, у меня есть в планах. Вязать, ну, каждый год какую-то вот маленькую игрушечку на елку, чтобы у нас была коллекция символов года. Вот. И этим петушком я открываю эту нашу коллекцию, посмотрим, как будет дальше. Ну, мне очень нравится. На елке так классно смотрится. Если будет у меня, то я вам вставлю фотографию его на елке. Также, так как скоро Новый год, я озадачилась вязанием подарков. Их, конечно, не так много вязаных, потому что я как-то не слишком быстро вяжу, но для своего драгоценного мужа я связала носки. Он у меня любит футбол, и, в частности, команду Спартак. И вообще не хотела связать либо шарф, либо носки прямо с эмблемой. Ну, с жаккардом. Но эмблема получалась слишком большая, я даже ее пыталась перерисовать, получалась она слишком большая. И не убралась в вязании, поэтому я связала ему носки в цвете этой команды и приделала вот такие мечи. Это клеевая аппликация. Здесь, правда, светоотражающие, но других мечей не было. И вот такие у меня получились носки. Здесь я вязала классическую пятку шапочка и клины. Вот мне нравится, когда... Я раньше вообще вязала... Ну, без такого клина как-то сразу у меня все шло, потом я убавляла. А не так давно я в книжке Штефани Вандерлинден изучала информацию по носкам и вот стала вязать такой клин подъема стопы. В общем, мне очень нравится, как получилось. Мужу я уже их подарила, потому что мы уже обменялись подарками, несмотря на то, что до Нового года еще целую неделю. Вот, в общем, ему понравились, и они ему по размеру, и для меня это, наверное, лучшая оценка, что он доволен. И моя работа будет использоваться и носиться, в общем-то, в жизни, да. Дальше. Из того, что в предыдущем выпуске вязальных событий я вам показывала шапку. Вот эту с узором ложная коса. И вот, как видите, ко мне доехал помпон. Тут тоже целая история. Мне подружка его купила из другого города. Мы его переправляли. И мне кажется, с этим помпоном она смотрится вот супер. Он такой мягкий, такой пушистый. Я вам вставлю фотографию, где я в дубленке и в этой шапке. Там на дубленке такой мех похожий. И вот они очень хорошо сочетаются. Так как я люблю, чтобы у меня шея была в тепле всегда, то я к этой шапке решила связать манишку. Самую обычную, без каких-либо узоров и изощрений. И связала вот такую манишку. Честно говоря, не знаю, как сейчас белый цвет передаваться. Вот впереди я удлинила здесь немного. А сзади просто, ну, закончила на этом моменте. Потому что сзади у меня, ну, дубленки там, воротник хорошо. А впереди тут достаточно широкий вырез, как бы, ворота. Поэтому я решила здесь удлинить, чтобы уже никаких дополнительных шарфов, там еще чего-то не нужно было. Особенно, когда какая-то блузка, например, с вырезом, да, то это вот очень удобно. Как я ее вязала, по-моему, все, наверное, даже все знают, как вязать такие манишки. Сначала вязала ворот. Кстати, я в том видео говорила, что мне казалось, он будет велик. Он же в самый раз все-таки. Потом я делала регланные линии, а затем вязала укороченными рядами. Каждый раз в конце ряда, не довязывая одну петлю. Вот так вязала, вязала, не довязывая одну петлю. И у меня тут, наверное, петель 10 осталось уже. Я прекратила вязать укороченные ряды. И здесь по краю, так как за счет того, что мы укорали... Чтобы, в общем, не получалось дырок, я набирала между вот этими оставшимися петлями по одной петле. Из протяжки я делала. Можно накидами скрещенными. Я делала из протяжки. И потом обвязала просто тремя лицевыми рядами. Вот. В общем, как, кстати, если заметно на видео, то резинка у меня связана с пряжей с люрексом, как и шапка Ангора Голд от Ализе. А низ уже просто Ангора Голд, потому что с люрексом у меня закончилось. А простая осталась, и я думаю, что ничего страшного. Это даже не сильно заметно. Особенно, когда это одето под дубленку. Или надето? Или одето? Вот я вроде разобралась, что надеть одежду, одеть надежду. Но вот когда одето и надето... В общем, как я уже частенько упоминаю эту фразу в группе по проекту, все же глушу, что мне нужно всего лишь понять и простить. Дальше. 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 Сейчас я вам расскажу о новинках, которые у меня есть, и вообще о событиях. А потом продолжим про подарки и про процессы. В конце еще расскажу, что у меня в процессах и в планах. Итак, я думаю, все уже знают про мой нитинг-бук. Если вы еще не знаете, то вот он. Я ниже оставлю ссылочку на подробное видео об этом блокноте. Ну, по-моему, это вот лучший... Ну, как сказать, лучший аксессуар для вязальщицы, которая любит все записывать и хранить свои записи в порядке. И, значит, уже... Так, когда я его выпустила? Наверное, в конце лета. За это время я собирала отзывы всех покупателей, кто приобрел такие блокноты. И мне хотелось как можно больше, как лучше, ну, в общем, как можно лучше его сделать, усовершенствовать, чтобы он был наиболее удобным для нас и доставлял сплошное удовольствие. Итак, после... и сама пользовалась таким, и после именно практического использования был отмечен один большой недостаток. Это то, что на один проект не хватало свободной странички. То есть, сейчас я вам покажу. У нас здесь есть одна страница, которую нужно заполнить, да, тут начато, окончено, все данные по образцу, по пряже, по узору. И дальше идет пустая страничка, где можно записать все, что угодно. Так вот, этой странички не хватает для записи. Все равно как-то... либо расчеты еще какие-то, в общем, много записей. Так вот, мы сделали... Мы сделали еще один разворот. То есть, теперь стало на две страницы больше для каждого проекта. И теперь пиши, не хочу. В общем, и дальше уже идет следующий проект. Усовершенствовали мы блокнот. По-моему... Вот я рада от того, что он становится только лучше. И я надеюсь, как можно больше резальщиц будет пользоваться таким блокнотом. И все девочки, если вы смотрите мое видео, кто приобретал блокнот, пожалуйста, напишите свои отзывы здесь под видео или в Инстаграме. Кстати, об этом сейчас отдельно скажу. Пишите под видео ваши отзывы. Честные и реальные. С достоинствами, недостатками. Потому что, ну, правда. Хоть как бы это, ну, на продажу делается, но я сама вязальщица, и мне хотелось бы, чтобы этот блокнот был действительно полезен. Вот. Скорее всего, это звучит как-то пафосно, да? Ну, это на самом деле так, правда. Дальше. Я не знаю, как... Насколько можно быть невнимательным человеком, чтобы пропустить то, что... Вот на этой странице, где у нас даны символы по уходу за пряжей, здесь было два треугольничка в отбеливании пустых. Хотя они должны быть не пустые. И одна из подписчиц, ну, из девушек, кто покупал этот блокнот, к счастью, написала мне об этом. Потому что, честно, я сама даже не обратила на это внимание. И я здесь отредактировала и дописала. В общем, кто, девочки, уже купил этот блокнот, вы меня тоже. Простите. Но вот бывает такая невнимательность. Итак, значит, отбеливание с применением хлора и без хлора. Добавились два значка. В остальном блокнот остается прежним. То есть здесь увеличилось количество страниц для каждого проекта. Дальше идут, как обычно, раздел спицы, пряжа и заметки. Вот, если вы хотите получить себе такой блокнот, там, наверное, бликует, да? Если вы хотите получить себе такой блокнот, то скорее бегите в мой новый профиль в Инстаграм. Для всей вязальной тематики и своей вязальной жизни я решила завести отдельный профиль в Инстаграм. Потому что, скорее всего, для тех, кто подписался на меня из-за вязания, не так интересны успехи моей дочери, личной жизни, которую я там выкладываю. Поэтому также все блокноты, нитинг-буки тоже переехали в профиль НИТАЙМ. И приобрести их можно там. НИТАЙМ – это в переводе на русский язык «Время вязать». И, на мой взгляд, это название как нельзя лучше вообще отражает девиз «вязальщица». Потому что когда время... Когда вообще вязать? Пришло... Да, пришло время вязать. Всегда. Вот когда у вас есть свободная минута, всегда вяжите. Потому что какие-то там 10 петель или пара рядов продвигают вас к финишу. Пусть не намного, но вы приближаетесь к завершению вашего изделия. И я в последнее время стала именно делать так. Раньше мне казалось, что вот там вечером ляжет у меня дочка спать и повяжу. Или... Ну, как-то так, в общем, получалось. А сейчас я стараюсь действительно использовать каждую свободную минуту. Там увлеклась меня Лера какой-то игрой. Ну, и как бы и моё присутствие ей не надо. Я сажусь рядом с ней, мы с ней болтаем, и я вяжу. Естественно, это самые простые процессы, где там не надо в ажур вникает какие-то огромные рапорты запоминать. Вот. Опять я отошла от темы. Так. Блокнот. Стоимость блокнота до Нового года не изменяется. Это 590 рублей вместе с доставкой по России. После Нового года цены немного изменятся. Ну, такова жизнь. Вот. Поэтому, если вы хотите себе такой блокнот, скорее пишите мне. Последняя отправка в этом году уже была. Но все заказы, которые сделаны будут до 31 декабря, все будут по старой цене отправлены сразу после новогодних праздников. Когда там начнет почта работать. Я не знаю. 5 числа она, по-моему, начинает работать. Вот. В общем, бегите скорее в профиль не тайм. Ну, подписывайтесь, потому что теперь все о вязании и о Ютубе тоже. Все новости будут там. Не пропустите. Да, это была реклама. Ну, а сейчас... Та-да-да-дам! Новинка! Не так давно я проводила опрос вязальщиц в моей группе ВКонтакте. Кстати, в нее вступайте. Почему вы еще не там? Или вы там? Или нет? В общем, бегите туда. Я проводила опрос вязальщиц, которые вяжут на заказ. Все-таки нитинг-бук это такая вещь, которую хочется заполнять для себя, любимые, да, свои какие-то проекты. Так вот, поэтому сейчас хочу вам представить новинку. Это воркбук! Это рабочая тетрадь для заказов. Она уже без пружинки, просто на скрепке, потому что это такой расходный материал, да. Давайте посмотрим, что же здесь есть у нас. Это, как обычно, название, да, где вы можете подписать, чья тетрадь, контакты какие ставить на случай потери. Дальше у нас идет на этой стороне таблица размеров одежды. По-моему, универсальная вещь. Тут российские и европейские размеры со всеми сантиметровыми данными. И самый главный раздел это заказы. Здесь я постаралась учесть ошибки предыдущего опыта. И первая страница у нас посвящена таким формальным, но очень важным данным, которые вы обговариваете с клиентом. Это контактные данные заказчика, сроки изготовления, примерки, даты примерок, да, когда вы встречаетесь, плюс кто к кому едет. Здесь можно списать. Дальше у нас идет раздел для мерок. Здесь можно на рисуночке сразу отметить какие-то мерки, здесь же записать. Внизу, на мой взгляд, тоже важный раздел это условия оплаты. Стоимость изделия, предоплата есть, нет или сколько, расходы на пряжу, какие и чьи. То есть вы покупаете пряжу или ваш клиент покупает пряжу и аксессуары. И внизу я оставила строки под графой прочие условия, где, как мне рассказали девочки, можно, например, обсудить какие-то форс-мажорные обстоятельства. Да, там, например, вы заболели, у вас отложился срок, ну или еще что-то. Я сама не вяжу на заказ, поэтому мне было сложно. Я, собственно, поэтому опросила девочек, за что им огромное спасибо, что они мне в этом помогли. Плюс я давала этот блокнот на тестирование подруги, которая вяжет на заказ, и она все проверила, сказала, что все подходит, все удачно. Переворачиваем на следующую страницу, и здесь у нас пустое место для либо эскиза, если вы сами их рисуете, либо для приклеивания картинки, может быть, какой-то там из журнала или еще что-то, да, вдохновляющий. Дальше мы описываем все по материалам и по образцу вязания. Плотность, размеры, инструменты, какая пряжа и так далее. И дальше у нас идут две страницы для расчетов и заметок. То есть простые пустые странички, где вы можете уже записывать какие-то свои данные и мысли. Плюс некоторые вязальщицы отметили такой важный момент, как результат вашей работы. В том плане, что понравилось клиенту, не понравилось. Выполнили вы все, что он хотел или не выполнили. Или захочет он прийти в следующий раз или не захочет. И поэтому я внизу оставила такую графу, именно результат. То есть, ну какие-то свои мысли тут записывать. Вот, практически весь блокнот у нас заполнен этим разделом. И лишь в конце, сейчас, в конце есть еще раздел заметки, где можно, например, ввести содержание ваших заказов. Потому что на каждой странице здесь есть заказ номер. То есть вы можете пронумеровать ваши заказы. Ну, либо какие-то свои данные записать там, сходить к тому-то, купить то-то. То есть вот, пожалуйста, пустые странички до самого окончания. Вот, такой воркбук. Я надеюсь, что вязальщинцам, которые вяжут на заказ, он будет удобен и полезен. По-моему, это здорово, когда вы все можете записывать в одном месте, а не на клочках бумаги. И даже встречаясь с клиентом, это очень солидно, на мой взгляд, что у вас есть такая тетрадь, где вы все четко, ясно и записываете. Стоимость такой тетрадки 490 рублей с доставкой по России. Вот, если вы вяжете на заказ, то пишите мне по данному, указанному внизу, и у вас будет такая же. Итак, и сразу не отходя от темы вообще блокнотов, сейчас в моем профиле в Инстаграм, не тайм, который проходит розыгрыш. Он будет проходить до 30 декабря. Поэтому, если вы хотите получить такой блокнот себе в подарок, переходите в мой профиль в Инстаграм, принимайте участие. Там, как всегда, все просто. Надо сделать репост, указать меня, поставить тег, и ждать розыгрышей. Может быть, именно вам повезет, и вы получите такой блокнот. Здесь же на Ютубе я бы хотела разыграть именно воркбук. Для того, чтобы разыграть воркбук, вот этот, вы должны поделиться этим видео у себя в социальных сетях, в комментариях оставить ссылку на ваш этот репост, естественно, быть подписанным на мой канал, на мой Инстаграм, не тайм, который, вступить в мою группу ВКонтакте. Вот. И, да. В общем, новогодние подарки сплошь и рядом. Бери, не хочу. Итак, подведем итоги. По блокнотам мы пойдем дальше. Нейтингбук разыгрывается в Инстаграм. Делаете репост, отмечаете меня, ставите тег, и ждете 30 декабря, когда он будет разыгран. Доставка по России за мой счет. Если вы живете за пределами России, доставка за счет победителя. Здесь же на канале мы разыгрываем вот такой воркбук для вязальщиц, которые вяжут на заказ. Ну, или, может быть, просто вы себе такой хотите. Делаете репост этого видео в социальных сетях, после чего, отмечая, в комментариях пишите ссылку на этот репост. Можете еще что-нибудь написать, приятное. Вот, подписывайтесь на меня вконтакте, в группу, вступайте вконтакте, в профиль в Инстаграм, нетайм, и, конечно же, здесь, на Ютубе. Опять же, по России доставка за мой счет, за пределы России, за счет победителя. Вот, такие дела. Я надеюсь, что вы примете участие в розыгрыше, потому что, ну, нельзя пропускать такие призы. Вот, реально. Я вот сижу с этими тетрадками, они мне так нравятся. Я прям... Почему я не вижу на заказ? Вот, такие тетрадки. И сейчас мы с вами пойдем дальше. Итак, сейчас я еще... Давайте перейдем к процессам и к планам. Сейчас у меня в процессе вот такие носочки. Если видно на видео, то тут узор плетенка. Как там лукошко он называется. Я сделала вот такие две вставки голубого цвета. Это пряжа Мадам Трикоте, или как там она правильно называется. Но у меня такое ощущение, точнее, даже скорее всего, что на два носка мне это пряжа не хватит. У меня она была в остатках, один вот такой моточек. И вот я связала пол носка. Думаю, на этот носок хватит, а на второй нет. А в нашем городе такая пряжа не продается. У меня есть, конечно, вот такая голубая, но мне кажется, будет не очень красиво, если довязывать его этой голубой пряжей. Как вы думаете? Напишите, потому что я вся в сомнениях. Вот у меня второй день, он простаивает, потому что я в сомнениях вообще довязывать его или нет. Или взяться за другие и вязать другие. Вот поэтому я буду благодарна, если вы напишите свое мнение. Вообще, я очень рада вашей активности в комментариях. Под последним видео мы так удачно пообщались. Пряжа кауни, как всегда, вызвала, по-моему, достаточно активный интерес. Вот если вы еще не видели, то переходите в подсказочки. Вот тут вот, по-моему, тут подсказки вылезают. Я также добавлю это видео. Дальше переходим к приятному. В Новый год же скоро подарки не только вам получать. Подарки еще получала и я. И несмотря на такое большое расстояние, мы с ней общаемся, как будто мы совсем близко и рядом, и вообще давно уже дружим. Так вот, она купила себе металлические пирочки для вязаных изделий. И они мне так понравились. Я заказывала такие на Алиэкспресс, но они мне пришли прям мизерные и без дырочек для пришивания. То есть их либо приклеивают, либо как. Так вот, я попросила, чтобы она мне их тоже купила. И мы договорились, что она мне их купит и отправит. Я вам вставлю фото этих пирочек, потому что они мелкие. Мне здесь вам их показать не получится. Так вот, ждала я, ждала, значит. Ждала я эту посылочку с пирочками. А в итоге оказывается, что там вообще-то не только пирочки. Света затеянется. Там еще было три пуговички в виде овечек. Они такие классные. Мне кажется, на какие-то такие изделия тоже вязаные пойдут именно вместо пирки, а как такой аксессуар. Очень классные. Вот они на фотке тоже есть. Кроме этого, она прислала мне вот такую замечательную открытку. Здесь ребята поют новогодние песенки. Я, конечно, написала много приятных слов, за что ей большое спасибо. И я уже писала, и ей в ответ тоже. И так же, Света, тебе тоже самых хороших пожеланий. Плюс там были два вот таких пушистика. Смотрите, помпошки. И я думаю, что, наверное, я... Не знаю, Лере свяжу или не Лере. Не знаю. В общем, свяжу шапочки какие-нибудь, приделываю на них эти помпошки. Это вот помягче, поменьше, и он такой какой-то более плотный. Черно-фиолетовый какой-то. А этот побольше, попышнее. Тестовый, наверное. У меня на шапки похожий. Ну и гвоздем программы, точнее этой посылки было, спицы Зинги. Да, как их называют? Зинги. Это чулочные спицы. Номер три. Света очень удачно угадала, хотя мне кажется, что она просто, ну, отметила то, что... Когда я ей рассказывала, что у меня самые ходовые чулочные спицы, это номер три. Так вот, это вот такие спицы Нитпро Зинг. Я давно хотела попробовать и Зинги, и карбоновые спицы, но вот как-то все время я откладывала, что-то у меня не получалось, и вот благодаря Свете я наконец-то смогу их попробовать. После чего, конечно же, вам расскажу. И вообще, я думаю, обновить видео о моих вязальных инструментах, потому что с того видео, которое есть у меня на канале, уже прошло много времени и многое изменилось. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно вам это или нет. Снять мне новое видео о инструментах. Интересно ли вам, какие у меня появились, какие мне больше всего нравятся, как я их храню и так далее. Буду ждать ваших комментариев. Вот. В общем, такой чудесный подарочек мне пришел. И, наверное, последнее, о чем я вам расскажу, это будет планируемые процессы. Это три. Три процесса у меня. Первый. Я хочу себе джемперок, джемпер, да, пулловер из слонинской пряжи. Я ее показывала, она темно-серая. Я вязала в два клубка образец. Мне, к сожалению, нет сейчас под рукой, я не могу сейчас достать. В два клубка. Сначала я попробовала на спицах четыре с половиной, показалось рыхловато. Попробовала на спицах четыре, плотновато. Плотно слишком. Наверное, четыре двадцать пять были бы идеальными, но у меня вообще нет четвертинок, поэтому, скорее всего, я буду вязать на спицах номер четыре, чтобы было поплотнее. И я хочу все-таки еще раз попробовать связать регланом снизу, потому что вот предыдущие несколько раз, когда я вязала снизу регланом, у меня, ну, не получалось идеального варианта, который бы меня полностью устраивал. Вот. Если вы профессионал, повязали регланом снизу, пишите мне, расскажите ваши секреты. Я смотрела видео на ютубе, там, собственно, все просто, убавлять через ряд, но у меня слишком быстро заканчиваются петли на рукавах, а горловина еще слишком широкая, и на переде и спинке очень много петель еще. Вот. Поэтому, может быть, спереда и со спинки убавлять почаще, а на рукавах поеже. Ну, не знаю, наверное, когда иду до этого места, тогда я буду уже решать. И я хочу здесь по центру сделать узор из скрещенных петель. Такой типа кос, но из скрещенных петель, которые перекрещенных или скрещенных, когда правильно, которые часто печатаются в японских книгах, книгах с японскими узорами. Вот. Следующий процесс, который я планирую начать, но, скорее всего, не знаю, когда это будет. Вот. Я все-таки хочу связать джемпер мужу. И вот я подумываю, не использовать ли мне информацию, которую давали девочки на канале Санни Ниц, Санни Ниц, Юлия и Маргарита, для совместного проекта по вязанию пулловера. Они там вязали, как он называется, этот пулловер, забыла. Ну, в общем, когда просто вяжутся квадратные перед и спинка, и сюда пришиваются рукава. Забыла. Ну, в общем, я пока не знаю, как лучше, либо регланом сверху его вязать. Мне очень понравился пулловер у Саши, Сашу Нит. Сейчас у нее кан... Сашу Нит. Саша Татьянчева, в общем. Она так здорово сделала полосы из изнаночных и лицевых петель, и мне хочется что-то подобное связать. Надеюсь, Саша, ты не обидишься, если я воспользуюсь твоей идеей. Последнее. У меня тут был в гостях племянник. Кстати, у меня родился еще один племянник, которому я подарила комбинезон, который я показывала в предыдущем видео. Я успела сделать только фотографию и вот эту. Прежде чем дарить, потому что как-то все так быстро случилось, я все-таки поставила кнопки на него металлические с этим пластиковым установщиком. Поставила. Если их аккуратно расстегивать, то есть так ноготком в серединку, то в принципе все нормально. Если же, конечно, со всей дури тянуть, то петли расходятся и кнопки, скорее всего, вылетят. Ну, я предупредила владельцев и вроде как им понравился комбинезон. Посмотрим, как будет он носиться, но, скорее всего, в следующий раз я не буду ставить кнопки, а буду вязать с пуговицами. Пуговицы все-таки надежнее, потому что, например, если малыш, там, вы пришли с улицы и он плачет и хочет есть, там, или еще что-то, а ему жарко, его надо раздеть, то вот аккуратно ковырять эти кнопочки, по-моему, вообще не вариант. Вот, так что, все-таки пуговицы мне больше нравятся. Первый комбинезон, который я вязала, серый, я его уже давно-давно показывала в летних каких-то вязальных событиях, он сейчас прям, он маленький, я думала, он на куклу пойдет, а он сейчас на малыша в самый раз. Вот, он на пуговицы, по-моему, более удобный, чем вот тот, ну, чем кнопки, в общем. Вот, а в целом, я очень довольна этим комбинезоном, именно его формой, цветом, что вот все так стильно, ну, на мой взгляд, конечно же. Вот, я планирую вязать еще один такой комбинезон и, как обещала, хочу снять по нему мастер-класс. Но сейчас у меня под вопросом либо снимать в процессе, либо снимать потом со всеми расчетами с количеством рядов и петель. Вот, пока я не знаю, как будет со временем. Надеюсь, что вы примите любой вариант. Ну, в любом случае, я расскажу вам все подробно, как все это делалось. Так вот, приходил к нам в гости племянник и увидел у меня подследники, сине-зеленые, и говорит, мне надо, а я его спрашивала, свитер хочешь свяжу? Он сказал, хочу. Он говорит, такой мне надо. А подследник-то я вязала из остатков, из сине-зеленых сочетаний, такое сложноватое, на мой взгляд. Так вот, он сказал, что ему надо сине-зеленый. И у меня в наличии была пряжа Кроха от Троицкой фабрики, вот такого зеленого, можно сказать, болотного цвета. Я ее хотела себе на кофточку, но думаю, что тратить лишние деньги, покупать что-то еще, если я могу просто докупить к ней синий. Так вот, я пришла в магазин и там ждали два моточка вот такого синего. я не вижу, как там передается это на камере, но по-моему, они очень даже хорошо сочетаются. И вот я подумываю, не связать ли небольшой жаккард. То есть, основу вообще полностью свитер сделать синим, а... оу... сам свитер сделать зеленым, а вот этим темно-синим вывязать жаккард. Но опять же, какой рисунок жаккарда? То, что мне кажется, здесь вот эти снежинки-звезды не очень пойдут. В общем, надо подумать. Пока это у меня вот прям в планах-в планах, но мне так хочется его связать, потому что я очень люблю эту пряжу, честно говоря. Кроха. Кто спрашивал, наверное, из пряжи, какая мне больше всего нравится, это зимние премьеры и Кроха. от Троицкой. Она хорошо показывает себя в носке, мне очень нравится, как она вяжется. Вот. В общем, вот такой будет свитерочек. Он, скорее всего, тоже будет регланом, потому что для деток, мне кажется, реглан самый удобный. Вот. А-а-а! Сорвалась же я! В общем, с девочкой тут мы с одной скооперировались и решили заказать пряжу. Да. Мне казалось, что у меня так много всего, так много всего, но, в одном магазине... А, так, мы заказывали на сайте Papaya Yarn. Ассортимент наименований большой, а по цветам очень мало. Например, открываешь какую-то пряжу, а и то 1-2 цвета, и вообще, может, ее и не быть. Но цены зато очень даже приятные, почти что как оптовые. Радует то, что там можно заказать там 1-2 матка и так далее. И там был долгожданный мною джинс плюс от YarnArt, который я давно хотела попробовать, потому что обычный, классический YarnArt джинс, мне очень нравится эта пряжа. И я заказала там джинс плюс на жилет весенний. Я увидела в магазине жилет, который на белую блузку был одет и с красной обвязкой. Мне очень понравился, я хочу связать себе такой же. В общем, я сфотографировала его в магазине. Ну, мне там вроде ничего мне не сказали, но это все. Вот, и буду вязать из этой пряжи такой жилет. И заказала еще от Color City Milk Cotton. Это пряжа, которую я тоже очень давно хотела попробовать. Заказала ее на джинберок такой весенней Лере, дочке своей. Плюс заказала Газал Бэби Бул, потому что тоже давно хотела бы попробовать. В общем, у меня будут новинки сплошные. Я заказала там по 2-3 моточка. Буду пробовать. Конечно, как придет, я вам все покажу, расскажу. Следующим этапом проекта Свяжу Малышу у нас будет плед, который мы будем долго вязать. Но не слишком долго, чтобы не забыть. Так вот, если вы смотрите все мои вязальные события, то, скорее всего, знаете, что еще летом я начала вязать плед из Элизе Белоботик узором Миссони. Это зигзаги такие. И он у меня отложился, потому что кровать, на которую он планировался, мы пока так и не купили. Но у меня уже руки чешутся скорее начать вязать этот плед. Ну, продолжить. У меня извязано, по-моему, полтора мотка. И вот я жду окончания всех этих предновогодних проектов моих. И в новогодние праздники начну довязывать этот плед. У меня всего было 10 мотков, но я тут посмотрела видео у кого-то, кто вязал из этой пряжи плед, и там что-то так много ушло, 15 мотков, и плед получился маленький. У меня сейчас уже есть опасения, что не получится ли он слишком маленький, а я хотела, чтобы он был на такой, ну, на подростковую кровать, которая, там, такой метр 70, она, наверное, в длину. Вот, но буду вязать, усиленно стучать спицами, и посмотрим, что получится. Конечно же, я вам во всех моих этих процессах расскажу об итогах, что у меня получится. Вот, наверное, это видео было бесконечно длинным. Еще раз хочу вам напомнить, принимайте участие в розыгрыше здесь и на Ютубе, здесь и на Ютубе, здесь и в Инстаграме, подписывайтесь на меня здесь на Ютубе, в Инстаграме, переходите в мою группу ВКонтакте, мы там с девочками общаемся, стараемся размещать какие-то интересные посты о вязании, которые я нахожу в других группах, ну, что мне кажется интересным. Вот. Хочу вам сказать спасибо за то, что вы посмотрели это видео, если вы досмотрели до конца, значит, вам реально нравится мои видео. Вот, ну, а на этом у меня все, до скорой встречи, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!